Книжка посвящена попытке объяснить такую проблему, которая для теоретической физики стоит уже довольно давно. Грубо формулирую так, как проквантовать гравитацию. Наш мир квантовый, все взаимодействия, все, что мы знаем, все, что мы используем, оно квантовое, за исключением гравитации. Гравитацию мы не научились ни квантовать, то есть ни описывать, ни использовать ее квантовые свойства. И вот почему это так, автор, собственно, пытается объяснить. Сначала он рассказывает, как возникла общая теория относительности, потом, что с помощью общей теории относительности мы узнали о Вселенной, потом, как появилась физика частиц и что в этой физике частиц, которая базируется на квантовой теории, есть. Квантовая теория тоже одновременно почти с гравитацией развивалась, потому что так оказалось, что Эйнштейн, автор общей теории относительности, он на самом деле и Нобелевскую премию получил за фотоэффект, то есть за некоторое явление, которое явилось убедительным доказательством квантовой природы. В данном случае это была электродинамика. И он как бы оставил у основ того и другого. И вот некая тоже такая историческая ретроспектива общения Эйнштейна с одной стороны и других соавторов теории, квантовой теории, у которых были разные представления о неких фундаментальных постулатах этой теории, там вот, так сказать, тоже представлено. И, ну, так сказать, здесь изложение, в отличие от, в принципе, это изложение такой физики, ну, как бы всей, так сказать, всей физики, которая наиболее активно, полно развивалась, значит, начало 19-го и 20-й век. Но, в отличие от, так сказать, стандартного изложения, который принят в, так сказать, среде, которая, собственно, занимается физикой, здесь изложение идет, скорее, с таких философских точек зрения. То есть все какие-то решения, какие-то идеи, они представлены как результат обдумывания некоторых таких, ну, полуфилософских, что ли, идей. Что, конечно, не так, так, потому что физика науко-экспериментальная, и все идеи и мотивировки к тому, чтобы физику модифицировать, обобщить, придумать какую-то новую, они идут из эксперимента, так. И вот эта часть здесь, в этой книге совершенно отсутствует, что может быть и хорошо, потому что она как бы ориентирована на людей, которые не занимаются, значит, не имеют вот такой специфики, не занимаются непосредственно наукой. Но, с другой стороны, может у кого-то возникнуть такое ощущение, что тут вот совсем такая, ну, как бы, я не знаю, как такая философская картина или литературная, почему вот в эту сторону пошли, почему в ту вот здесь идет такие обсуждения, как, так вот, ну, некая логика, да, то есть задним числом можно придумать некую логику, почему вот, может быть, так это было устроено. К сожалению, вот, прочитав эту книгу, и, значит, ну, восприняв ту логику, которую, значит, здесь автор предлагает, не получается предугадать, как устроена физика дальше. Мы знаем, что физика частиц и, значит, вот, то, что микрофизика, она не полна, но, основываясь на вот таких философских идеях, пока не получилось предложить такую, которую эксперимент бы подтвердил. Вот, и, значит, как поэтому будет дальше идти, будет ли это идти вот в тех же, в тех же традициях 20 века или пойдет в других традициях, сказать пока нельзя, так. Были некоторые надежды, связанные с вот большим адронным коллайдером, что там будут найдены новые частицы, новые взаимодействия, пока эти надежды не оправдались, хотя большой адронный коллайдер еще, так сказать, не отработал по максимуму, есть еще, значит, здесь перспективы. Вот, но все, конечно, идеи о том, как, что модифицировать и почему, они всегда основаны на эксперименте, на самом деле. Другое дело, когда вы смотрите на всю большую теорию, красивую, которая, так сказать, представлена, она, когда-то, насколько красивая, что действительно, ну, и, так сказать, можно соответствующую философию симпатичную под нее подвести и показать, как это можно сделать. В этом смысле выводы-то и, как бы, причины, почему там что-то получилось сделать, а почему что-то не получилось сделать, они правильные. Но вот почему это так стало развиваться, здесь это экспериментальная база, которой здесь совершенно нет. Так, это вот, что касается книги. Но книга очень легко, очень хорошо читается, я рекомендую. И рекомендую читать вот по отдельной главе каждый день, потому что они разные, они разным вопросам посвящены, чтобы не было такого, значит, какого-то месива в голове. Вот. А, соответственно, что хотелось рассказать, но вот поскольку в книге, значит, изложено некие философские идеи, которые относятся к квантовой теории и то, что относится к общей теории относительности, то вот здесь я хотел это просто проиллюстрировать на примерах, как мы сейчас используем эти идеи для реального описания экспериментов. Но я не буду тут, конечно, очень каких-то сложных формул делать, просто покажу, ну, постараюсь показать, как квантовые составляющие физики и классические составляющие физики, ведь никто не отменял классическую науку, ее просто обобщили, перешли на меньшее расстояние, на другие условия, при которых классическая теория работает плохо. И никто не отменял. Квантовая теория в определенных условиях переходит в классическую науку. Так вот, как это все с точки зрения физики частиц переплетается, как оно здесь используется нами, чтобы описывать процессы сегодня. Я из Москвы, значит, у нас институт ядерных исследований, он экспериментальный институт, большой институт, там работает примерно 800 человек, 800 сотрудников. Есть ускорительная база, она под Москвой находится, в городе Троицк, точнее сейчас это центр Москвы, после того, как с Москвой сделали такую штуку. Ну, правда, у вас такая форма города, что тоже вполне. Вот, значит, но при этом институт у нас большой, у нас есть лаборатория в разных частях нашей страны. Вот это Кабардино-Балкария, значит, Баксанское ущелье, и там у нас специальный поселок Нейтрино, и эксперимент, который исследует физику Нейтрино, там туннель под горой, несколько километров, и там большие лаборатории. А это озер Байкал, там тоже есть установка, и там тоже исследование, тоже Нейтрино проходит, только совсем других энергий, и установки такие вот фотоумножители, специальные детекторы, которые регистрируют свет в воде, опускают в воду, примерно сейчас вот в это время это происходит, сейчас у них там очередной сеанс, они выезжают на лёд, сейчас самый толстый лёд на Байкале, делают такие вот лунки и опускают очередную струну туда, значит, это полтора километра для нас струны, и вот они, значит, ловят эти замечательные события, так пытаются умастить озеро, чтобы использовать как тело детектора воду Байкала. Вот, а значит, элементарные частицы их взаимодействия между ними, значит, то, что мы обычно в нашей жизни встречаем, это четыре фундаментальных взаимодействия. Так, экспериментально всего их пять, вот, кто слышал про, значит, Хиггсовский бозон, который нашли на Большом Адронном коллайдере, за это дали Нобелевскую премию, вот обмен Хиггсовским бозоном — это ещё одно пятое взаимодействие юкавского типа. А вот, но это мы не встречаем в жизни, а вот то, что мы в жизни встречаем, ну, это вот гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое взаимодействие, да, и, конечно, они начинают проявляться на маленьких расстояниях, то есть, когда мы с вами берём какое-то вещество, оно состоит из атомов, атомы из электронов, ядра, вот здесь электромагнитные взаимодействия у нас участвуют, теперь мы залезаем глубже в ядро, ядро у нас с вами состоит из протонов-нейтронов, между ними сильное взаимодействие, и внутри протонов-нейтронов, сейчас по представлению такие квартии-глионы, которые тоже сильно связаны между собой, образуют такие вот состояния. А дальше мы не знаем, глубже мы не знаем, так, вот эта картинка, которая вот так представлена, да, смотрите, вещество глубже, вот там под структуру, ещё под структуру, ещё под структуру, ещё под структуру, В принципе, намекивают, что так может идти и дальше. Пока мы сейчас это не знаем. Мы не различаем внутреннюю структуру этих частиц. Они для нас считаются фундаментальными. То же самое электрон. И, соответственно, вот эти совсем такие фундаментальные взаимодействия это фундаментальные взаимодействия между элементарными частицами. Но мы, тем не менее, на самом деле эти взаимодействия, их проявления видим в обычной жизни. Самое первое, конечно, в котором мы все встречаемся, которое такое очень интуитивное, про которое мы ничего, так сказать, такого... Это гравитационное, конечно, взаимодействие. Оно самое универсальное в том смысле, что все-все-все-все частицы все-все-все подвержены гравитационному взаимодействию. При этом оно самое загадочное, потому что, например, наша Вселенная, ее эволюция определяется именно этой гравитационной силой. При этом, конечно, оно загадочное еще потому, что мы-то с вами здесь вот на Земле проводим какие-то опыты. Мы можем проводить опыты, исследовать любые из этих взаимодействий довольно активно. А вот что касается гравитационного, тут сложнее, потому что на больших расстояниях мы пока не можем удаляться от Земли. И поэтому на тех расстояниях, на которых нам кажется, это самая основная сила, там ее напрямую гравитацию проверить не можем. А электромагнитное взаимодействие, ну, сам полезное, конечно, да, вся химия, весь быт, все, что у нас есть, все приборы наблюдения, с помощью которых мы все это дело исследуем, это все электромагнитное, конечно. Оно самоизученное, и изученное и экспериментально, и теоретически, и вот тот математический аппарат, который используется для описания электромагнитных процессов, и эксперименты, которые позволяют проверить эти предсказания, согласуются для некоторых наблюдаемых с точностью 10-12, 10-11. Это чудовищная точность, самая высокая, которую мы пока смогли достигнуть. А сильное взаимодействие, так, это вот взаимодействие, которое обеспечивает нам формирование вот этих вот ядер и структуру ядер. Это самое необычное взаимодействие, ну, например, так, значит, взаимодействие между элементарными частицами, такими структурами, как кварки, оно растет с увеличением расстояния между этими объектами. Естественно, предполагается, что любое взаимодействие, конечно, когда объекты далеко друг от друга, оно пропадает. Вот это странно, оно растет. И наоборот, когда очень близко их подвести, оно становится все слабее и слабее, и, так сказать, так, математически, в асимтотическом маленьком пределе, эти частицы перестают друг друга чувствовать вообще. Очень странное взаимодействие. Но при этом это самое важное взаимодействие, если говорить о нашей массе с вами. Именно сильными взаимодействиями определяется масса протона и нейтрона, и, соответственно, наша с вами масса. Вовсе не Хиггсовским базоном, который, значит, нашли. Таких системы базоном определяются масса электронов, например. И масса отдельных кварков. Но когда кварки собираются вместе в протон, масса протона определяется не этим, а силой их взаимодействия. Это, собственно, сильное взаимодействие. Ну и, наконец, слабое взаимодействие. Оно самое незаметное. Его открыли по бета-распаду. Мы его используем в разных процессах, в медицине, в энергетике. Но с точки зрения физических частиц это самое слабое взаимодействие, и при этом оно самое разрушительное. Большую часть частиц, которых мы считаем элементарными, оно их разрушает. Они распадаются. И нарушает многие симметрии, которые все остальные взаимодействия сохраняют. Например, зарядовая учетность. Такое странное взаимодействие. Взаимодействие можно разделить на два класса. Дальнодействующие, короткодействующие. Дальнодействующие это гравитационно-электромагнитное. Значит, единица, наверное, это замечательный потенциал. Ну и с точки зрения частиц, сразу можно сказать, что это выглядит как обмен частицей, которая безмассовая. То есть тот виртуальный посредник, который осуществляет с точки зрения физики частиц взаимодействия, он безмассовый. В обоих случаях. В одном случае гравитон, в другом случае фотон. Есть существенное различие между этими двумя силами. Оно в том, что в случае с электромагнетизмом у нас есть два типа зарядов. А в случае с гравитацией мы второй тип зарядов пока не обнаружили. И поэтому если электромагнетизм, он экранируется, то есть если у вас где-то появился голый заряд, к нему сразу заряд другого знака подбегает, и издалека вы смотрите, у вас система электронейтральная, никакой силы нет. То с гравитацией такого не происходит. Ну и, соответственно, на больших расстояниях только гравитация выживает. Она самая доминирующая, именно поэтому вселенная из-за нее эволюционирует. Она является основным ингредиентом здесь. Ну и опять-таки, например, если в случае электромагнетизма у вас есть положительные отрицательные частицы, и когда динамика частиц устроена так, что вы экранируете поле и, соответственно, стабилизируете систему. Она, наоборот, пытается успокоиться. То вот эта, она, наоборот, пытается динамически развиваться. Если у вас где-то есть немножечко побольше частиц, которые гравитируют, то туда все остальные начинают стекать. И там их еще больше становится, и там еще сильнее гравитационное поле становится. Они еще туда текут. Это нестабильная система, в принципе, по своей структуре. Но зато благодаря этой нестабильности именно образовываются галактики, скопления галактик, звезды в ранней Вселенной. Ну и в конце концов мы с вами. Именно благодаря этому свойству. А два других сильные и слабые – это короткодействующие силы. То есть пока вы две частицы не подвели друг к другу на определенное расстояние, эти взаимодействия не чувствуются. Но когда подвели, там уже начинается какой-то процесс. Эти расстояния, они разные, значит, для сильных взаимодействий 10-13 сантиметра, а для слабых 10-16 сантиметра. Очень-очень маленькие числа. Ну вот такое различие. Если говорить о взаимодействии, которое происходит, когда обмениваются частицы Хиггсовским бозоном, юкавского типа взаимодействия, это расстояние, опять-таки, краткодействующая сила, это расстояние, опять-таки, такого порядка, 10-16, 10-17. Теперь, значит, на самом деле и в описании, и в реальности есть классичность и квантовость в этом описании. Вот раньше классичность, обычно, когда, я не знаю, классическую физику все в школе изучают или что-то такое, это типа бильярдных шариков. Задачки есть про бильярдные шарики, это правильные очень задачки, и они полезны для соответствующей игры. То есть частицы, когда пролетают мимо, они не чувствуют там друг друга, когда коснулись, и обязательно взаимодействие случится, наверняка. И все по закону бильярдных шаров, импульс, энергия, все сохраняется, все хорошо. С точки зрения квантовых, с точки зрения частиц, элементарных частиц, все то же самое. В том смысле, что закон о сохранении энергии, импульса, значит, все сохраняется. Это все работает на микроскопическом уровне. Но описание немножко другое. То есть, я говорил, что элементарная частица у нас это частица без какой-то различимой внешней структуры, но она еще у нас неточная. Она на самом деле такая вот размытая, типа такого пакетика, ее называют волновой пакетик. И размытость это фундаментальная. То есть, если у вас частица какая-то сосредоточена в области с расстоянием Δx, то скорость, например, этого объекта нельзя определить. Есть всегда неопределенность в этой величине скорости. Эта неопределенность следует из соотношений Гайзмерга. И то же самое на самом деле, если говорить об энергии, если вы пытаетесь определить энергию, Δt в этом смысле интервал времени, которое фигурирует в таком соотношении, это то время, которое требуется для определения энергии. У вас всегда определение чего-нибудь, измерение чего-нибудь требует некоторого времени. В данном случае вы не можете с точностью сказать, обычно сформулируется так, нельзя точно определить положение, координату и скорость частицы. Помимо того, что она вот так разнесена, есть вот такие соотношения. и здесь, ну как сказать, здесь это такой фундаментальный, фундаментальный, не то что проблема, это такое, значит, свойство, свойство частиц, и с ним вполне можно жить, вполне это как бы ничего не противоречит. И в зависимости от того, какой, как устроен опыт, люди пытаются, ну как сказать, определить одну из этих характеристик лучше. Либо скорость частицы, если, например, они рассеивают, либо координату, так. А вторая уже, ну, все равно понятно, что из-за этого принципа ее нельзя точно определить, поэтому будет с ней какая-то неточность, неопределенность, так. Вот тот факт, что частица такая размытая, и, соответственно, движется тоже как-то так вот, он приводит к многим интересным явлениям. Вот одно необычное явление, это такое квантовое туннелирование замечательное. Это вот здесь, как-то я попытался это изобразить. Вот представим себе, что у нас есть такая горка, обычно, вот здесь вот мячик, да. И мячик, конечно, если он стоит вот здесь в покое, он не может сюда вот перебежать. Чтобы ему перебежать, нужно подпрыгнуть вот через этот вот барьерчик такой. И, ну, в принципе, это можно сделать, можно обсуждать, что это ее можно там, я не знаю, попинать, можно нагреть, еще что-то такое. Но если ничего, никакое воздействие на нее не производить, он сюда не перебежит. Если говорить о квантовой частице, то квантовая частица сюда перебежит. У нее есть такой широкий волновой пакет, и небольшая часть этого волнового пакета находится вот в этом месте. И с течением времени, и можно оценить, какое время требуется, это зависит от вот этого барьера и ширины пакета, а эта частица сюда таки перебежит. Так. И это такое квантовое туннелирование, совершенно замечательное явление, оно наблюдается. И причем в разных системах. Ну и чтобы так как-то, значит, развить фантазию, вот если говорить о нашем мире, состоящем из частиц, у них есть масса, у них есть взаимодействие, вот этот хиксовский бозон замечательный, который дает всем массы частиц, частицам, ну это вот, его называют электрослабый вакуум такой. Вот у нас, мы в каком-то смысле находимся в таком состоянии. А у полной теории, которую мы считаем сейчас правильной, у нее есть другой вакуум. Этот вакуум находится далеко-далеко, и он ниже, чем тот, который у нас. То есть наше на самом деле состояние, оно такое же, как вот это метастабильное. И в какой-то момент случится туннелирование, переход из вакуума в другое, и весь мир, который мы сейчас с вами знаем, он изменится фундаментально. Но время до этого измерения, я сказал, что можно вычислить, время для этого процесса 10 в 800 лет. Поэтому можно не беспокоиться на эту тему, но вот пока сейчас по тем цифрам, которые у нас есть, по тем параметрам фундаментальным, которые мы измеряем, массы частиц, константы взаимодействия, если ничего нет другого, нет новой физики, то вот наш мир отвечает вот этой вот конструкции, как будто мы сидим вот здесь. Значит, другие эффекты, связанные с частицами. Поскольку частицы это теперь не шары, а такие вот как бы размытые пакетики, то бывает вполне ситуация, когда две частицы летят навстречу друг другу, вы как бы ожидаете, что они сейчас обязательно столкнутся, если эти были шары, они бы столкнулись со 100%, они пролетают в невзаимодействии между собой, свободно. Пересекают друг другу без взаимодействия. И обратно, значит, летят две частицы, на некотором расстоянии друг от друга. Если бы это были шары, они бы не провзаимодействовали. А здесь у них есть волновые пакетики, они немножечко пересекаются, есть вероятность того, что они провзаимодействуют. Опять-таки, значит, какая вероятность можно вычислить, можно оценить, можно проверить экспериментально. Это пока все у нас сходится. Такое описание. Теперь, если много частиц таких квантовых собрались вместе, то есть две ситуации. Первая ситуация — это бозонные частицы, вторая — это фермионные частицы. Бозонные частицы — это когда частицы вместе собираются, похожие пересекаются друг с другом, и вместе, когда они образуют прям такие волны, которые классические, которые мы с вами привыкли, например, в случае электродинамики. Это корпускулярно-волновой дуализм. Если много у нас частиц квантовых собираются вместе, у них похожие свойства, они двигаются в одном направлении, они образуют такую электромагнитную волну. И это свойства бозонов. Они когерентно собираются вместе, действуют воедино. А есть вот эти частицы, которые так себя ведут, они, собственно, создают вот эти фундаментальные силы. То есть именно обмен такого рода частицами создают фундаментальные силы. В случае с электромагнетизмом — это фотоны, в случае с сильными взаимодействиями — это глионы, в случае со слабыми взаимодействиями — такие векторные бозоны, в случае с гравитацией — это гравитоны, в случае с юкавским взаимодействием — это хиксовские частицы. А есть другие, это те, из которых мы обычно считаем себя состоим. Мы делим, что есть фундаментальные взаимодействия, а фундаментальные взаимодействия между чем? Между частицами материи. Частицы материи — термионы, которые, в частности, образуют протоны, нейтроны, электроны. Это вот они. И они устроены по-другому, они не хотят собираться вместе. Если попытаться одну частицу на другую частицу одинаковые, с одинаковыми свойствами перестроить, это не получится. И вот это свойство этих фермионов, они не любят быть в одном состоянии, такой есть специальный принцип Паули, который это запрещает. Именно благодаря этому свойству у нас на самом деле такое многообразное, такое большое многообразие, ну, такого обычного вещества вокруг. Все химические связи, вот эти электронные орбитали, там всякие принципы запрета, постройка уровней и, соответственно, разные вот все вещества, которые у нас есть, вот эти молекулярные, это все обусловлено именно вот этим фактом, что там есть электроны, которые фермионы, и они не любят собираться в одно место. И вот в этом смысле вот эта специфика нашего мира, в котором есть фермионы, она и привела к многообразию химических элементов, к многообразию химического вещества и вот этих вот всех разнообразнейших материалов, которые перед нами есть. На самом деле можно вот по этому же принципу фантазировать не только в таких вот, ну, как бы, это, знаете, химические элементы, это, значит, вот мы обсуждаем молекулы, вот маленькие очень частицы, но можно в это проявление такого рода принципа запрета и на больших расстояниях. Вот есть такая загадка, значит, загадка для физики, загадка для космологии, значит, такая темная материя. Значит, мыслиться себе, что есть вещество во Вселенной, и по сравнению с нашим веществом, его примерно в 4-5 раз больше должно быть по массе, и это вещество не участвует в электромагнитных взаимодействиях, но при этом гравитирует и, соответственно, создает гравитационные потенциалы, оно изменяет гравитационные потенциалы галактик, скопление галактик, его чувствует Вселенная, но мы его не видим, потому что оно не участвует в электромагнитных взаимодействиях. А все, что мы наблюдаем, прибор у нас электромагнитный, само собой, но, конечно, то, что мы наблюдаем, это в основном свет, это электромагнитные волны в разных диапазонах. Но если у вас что-то есть, что не участвует в электромагнитных взаимодействиях, оно не отражает, не испускает, вы его не увидите. Что это за объекты загадка, что это за такая темная материя? Но если пытаться ее строить по аналогии с обычным веществом, у нас есть примеры частиц, которые нейтральные. Например, нейтральные частицы, или насатом, тоже нейтральные частицы. И на облучение определенных частот света они вообще не реагируют. Но если представить себе, что из такого рода вещества состоит наша темная материя, непонятная, темную материю ищут, пока никто не видел. Разные есть эксперименты, разные гипотезы, что это может быть. Но можно представить себе две ситуации, вот такие, опять-таки, кардинально различающиеся. Если это частицы, которые бозонного типа, и частицы, которые фермионного типа. Если говорить о частицах, которые бозонного типа, то единственное требование из квантовой физики, которое можно на них наложить, это требование такого рода. Вот это волновой пакетик такой, это частицы. Ну и должно быть требование, чтобы этот волновой пакетик, конечно, был меньше, чем размер галактики. Иначе она не будет в галактике сделать нам эту темную материю. А нам нужно изменить гравитационный потенциал галактики. Это очень-очень-очень-очень слабое ограничение на массу этой частицы. Значит, там 10-20 по сравнению с самой легкой частицей, которая у нас есть. Это смешно, это неограничение. А вот если это фермионы, то оказывается, что принцип Паули начинает работать. То есть, вы не можете запихать в галактику очень много этих частиц. Потому что много означает, что они начинают друг на друга собираться, и это запрещается принципом Паули. Так вот, из того, что это не так, из-за того, что это сделать такое нельзя, если частицы темной материи это фермионы, ограничение на их масс уже весьма прилично. Они примерно в тысячу раз даже больше сильнее, эти ограничения, чем масса самой легкой частицы, которую мы сейчас знаем, фермионного типа, масса нейтрина. Это примерно в энергетических единицах 1 килоэлектрон вольт, если говорить о массах этих частиц. Много необычных эффектов связано с квантовыми механическими свойствами частиц. Один из таких самых любимых — это спутанные состояния. С точки зрения частиц это выглядит так. Я сказал, что частицы нестабильны. Большая часть частиц нестабильны. Из-за слабых взаимодействий. Вот они распадаются. Ну вот распадается одна частица в две. Но у вас стоит частица, она распалывается в две. Я сказал, что для нее справедливы законы сохранения энергии импульса. Можно посчитать, куда полетят эти частицы, какой у них будет импульс. Все это можно посчитать. Но какая из этих частиц куда полетит, какая полетит налево, какая полетит направо, сказать нельзя. Вообще говоря, там может полететь, сюда может полететь. Вообще могут вылететь в любом направлении. И пока, значит, вот это свойство спутных состояний стоит в том, что пока, значит, в тот момент, значит, вот это состояние, значит, двумя летящими туда частицами, оно не является состоянием, которое, так сказать, классической точки зрения, выглядело бы, как один бильярдный шал летит сюда, а второй летит туда. Их как бы еще нет, этих состояний. И в тот момент, когда вы одно из этих состояний регистрируете, выяснилось, что это же элементарные частицы, да, вы их не видите сначала, да, вот они разлетаются, вам нужно зарегистрировать что-то. Ну, в обычной жизни, да, вы сразу видите два бильярда шара, они летят. А здесь такого не происходит, вам нужно как-то зарегистрировать. В тот момент, когда вы регистрируете одну из этих частиц, вторая сразу понимает, что она другая. Ну, например, положительная отрицательная частица, да, положительный отрицательный заряд. Вы не знаете, положительный он здесь у вас будет или отрицательный. Вы знаете, что распалось на положительную заряженную пару? Но, кто из них положительный, кто отрицательный, вы не знаете. И вот в тот момент, когда в одну из них зарегистрировали и поняли, что это положительная частица, та сразу стала отрицательной. Это происходит мгновенно. И вот этот вот перескок, он, собственно, удивляет людей. Да, ну и наоборот, значит, да, предсказать-то вы не можете. Вы не можете сказать, какая из них сюда полетела положительная отрицательная, потому что совершенно симметрично они могут вылететь куда угодно. Вот у вас нейтральная частица развалилась на две заряженные. Туда может полететь положительная, то есть отрицательная или наоборот. Ну а потом, как только вы одну зарегистрировали, все, они определились, у каждой из них опять свой волновый пакет, все нормально, они полетели вот туда. Это удивляет, потому что это такая макроскопическая нелокальность. Это моментальный эффект. Именно в тот момент, в который вы определили одну частицу, вторая тоже самоопределилась. И, в принципе, народ обсуждает в связи с этим квантовую телепортацию, мгновенная передача информации и так далее. Сделать это, к сожалению, нельзя, потому что хотя она мгновенно определяется, частица со своим, кто же она есть, передать информацию не получится. Если бы можно было предупредить того второго экспериментатора, который готов зарегистрировать вторую частицу о результате эксперимента первого, но чтобы передать информацию, требуется время, значит, свет должен туда полететь. И в этом смысле это не получается сделать пока. Но на самом деле, в той формулировке, которая сейчас в квантовой механике принята, этого, в принципе, сделать нельзя. Хотя спутные состояния очень интересны. Теперь, значит, вот так исторически физика начала развиваться довольно бурно, вот в конце 19-го, начале 20-го века в двух направлениях. Одно направление это вот эта квантовая механика, да, а второе направление такой релятивизм. А именно люди осознали, что, ну вот, не все скорости нам доступны, и в этом мире есть ограничения, да. Вот тут по-разному это можно как-то рассказывать. Но, значит, сначала была до общей теории относительности, которая, значит, была предложена для описания гравитации, была предложена специальная теория относительности, да. И специальная теория относительности – это замена вот той, того правила, по которому раньше мы переходили за одно из тем, отсчет, по которому мы складывали скорости, замена на другое правило. Ну, это правило, которое придерживается принципа, что не бывает скорости больше скорости света. Если у нас есть, там, тележка, по тележке идет человек, то относительно наблюдателей, покоящихся на Земле, он двигается со скоростью 1 скорость плюс 2 скорость, да, это мы все знаем, у нас это в школе проходили. Потом, вот когда скорость становится очень большой, выясняется, что этот, вот этот закон нужно модифицировать, так, опять-таки, он не неправильный, он нормальный, просто он не работает, когда скорость очень большая. Большие по сравнению с такой скоростью света, и закон соответствующий модифицируется вот таким образом. Если мы на него посмотрим, значит, вот здесь стоит v, произведение скоростей на c квадрат, если скорости маленькие, этого ничего нет, это тот же самый прежний закон. Но когда скорость становится большой, в частности, порядок скорости света, да, если сюда подставить две скорости света, то скорость здесь по-прежней будет скорость света, так, то есть превысить нельзя. И это было обобщение, значит, в данном случае, как будто классической механики, опять, представим себе бильярдные шары, опыт с бильярдными шарами, только мы можем ускорять их до очень больших скоростей, так. И вот тогда нужно поменять законы, вот так вот их модифицировать. И в частности, оказывается, что для описания частиц, ну вот если в случае с механикой, да, обычная там была энергия сохранялась и импульс сохраняется, да, вот здесь сохраняется такой странный объект, который называют четырехимпульсом, который состоит из энергии и обычного импульса, и сохраняется вот такая величина, энергия в квадрате минус квадрат импульса. И сохраняется она, она равна массе этой частицы, собственно, поэтому она и сохраняется. И дальше из перехода одной системы в другую систему вы можете изменять энергию частицы, изменяется импульс частицы, но вот масса, конечно, не изменяется этой частицы никак. И вот такой вот объект, странный четырех импульс, это как раз пример того, что люди поняли, что мир вот в таком классическом смысле, мир, который состоял из времени и пространства, он на самом деле един. Есть такое, значит, четыре измерения, вместе энергия, не энергия, а время и пространство, они, значит, живут вместе, а вот это отражение, помните, у нас было с вами это соотношение неопределенности, там интервал времени при энергии стоял, а интервал координат стоял при импульсе. Это вот соответствующее отражение только в пространстве энергии и импульса, вот этого самого единства времени и пространства нашего мира. И здесь никакой квантовой механики нет. Это чисто классическое обобщение. Это классическое обобщение позволило сформулировать электродинамику, теорию электричества, электричество и магнетизм. Ну а импульс тоже, стандартный импульс, модифицируется, там появляется такой корешок. При маленьких скоростях это по-прежнему масса на скорость. Ну а при больших скоростях, когда скорость стремится к скорости света, импульс растет чудовищным образом, и также растет чудовищным образом энергия, но разница, то есть масса, она постоянно. Масса частицы. Значит, на самом деле, вот из того, что появилась специальная теория относительности, что на самом деле при высоких скоростях именно она должна использоваться при переходе из одной системы отсчета в другую систему отсчета, послужил очень важной и содержит в себе много интересных свойств, которые позволили побыстрее открыть, так сказать, физику частиц. Ну вот в частности, значит, вот в этой же общей теории, специальной теории относительности, ну модифицируются многие формулы, в частности модифицируются интервалы между событиями. В одной системе отсчет интервал один, в другой системе отсчет интервал другой. И это страшно помогло для открытия новых частиц. Я сказал, что большая часть частиц, они нестабильные. Но нестабильные частицы, понятное дело, в нашем обычном мире его и нету. Вот нестабильные, она распалась, и все, привет. Их и нету. Так, остались только стабильные. Но, соответственно, как же догадаться того, что такие частицы есть, если так вот как-то, да? Но у нас есть космические лучи. Есть во Вселенной мощные природные ускорители, активные галактики, в которых рождаются, ускоряются частицы и летят по Вселенной очень энергичные протоны, железо. Они бомбардируют атмосферу, сталкиваются в атмосфере с атомами, которые у нас есть, с кислородом, с азотом. Образуются вторичные частицы в своем столкновении, другие, они летят к нам. Так вот, если там образуются новые частицы, в том числе те, которые нестабильны. Если они, например, самая долгоживущая нестабильная частица, которую мы не знали, такой мион, это примерно как электрон с теми же самыми свойствами, со всеми-всеми-всеми, за исключением массы, в 200 раз тяжелее. Но этот мион, он короткоживущий, он живет в микросекунду, 10 минус 6 секунды. И, конечно, такую частицу никогда бы в голову не пришлось регистрировать и искать. Но, поскольку интервалы времени разные в лабораторной системе и в системе покоя этого замечательного миона, то в системе покоя миона сам по себе мион живет в микросекунду. А когда он начинает двигаться с большой скоростью, то в лабораторной системе, которая наблюдает эту чудовищную скорость, он живет дольше. Если так он бы пролетел 300 метров, то так он, оказывается, долетает до нас, сюда, до Земли, и начинает влиять на показания приборов, которые у нас здесь есть, электромагнитных. Мы начинаем в электромагнитном приборе видеть какие-то сигналы, которые мы так никак не ожидаем. Мы не видим источник этих сигналов. Так были найдены, собственно, первые частицы. Так началась эра космических лучей. Это, собственно, начало физики частиц. Что наблюдалось? Наблюдались, грубо говоря, щельщики Гейгера, которые трещат, приборы, которые измеряют радиацию. Вот такого рода прибор стоит глобально. Его спрячут в закрытое помещение. Хоп, он регистрирует чего-то, чего-то к нему приходит. Ну и дальше, к тому времени уже знали естественную радиоактивность. И была гипотеза, что это связано с тем, что есть вот эти распады вещества, которые есть в Земле, оттуда летят частицы, и вот это, собственно, и регистрирует эти приборы. Ну, пытались в разные пещеры это все отправлять, везде все регистрировалось. Дальше, в конце концов, сказали, что раз это так, то нужно, наоборот, подняться над Землей, и тогда не будет этого эффекта. И поднялись на баллоне наверх, но оказалось, что, наоборот, все быстрее и быстрее работает этот прибор, щелкает, соответственно, этих частиц, чего-то такого непонятного становится все больше и больше. Вот это были те самые частицы, которые образуются при взаимодействии частиц космических лучей с частицами атмосферы, рождаются много вторичных частиц, и они попадали в эти самые замечательные приборы. Так, это вот начало физики частиц, собственно, использовались сначала частицы, искались частицы, которые сделаны нам природой, которые создают космические лучи, и пытались их зарегистрировать, здесь найти. Вот первая частица, которую нашли, это был позитрон в 1932 году, и это античастица, то есть это такой же, как электрон, по всем тем же словам, только другой электрический заряд. Это так называемая C-четность, зарядовая четность, что есть частицы, есть аналогичные манчи-частицы. А в 1937 году, наконец, открыли те, кто делал те частицы, которые были ответственны за эти вспышки в детекторе, за этот счетчик Гейгера, это мионы. В 1937 году нашли мионы, и обнаружили их распад, и это частицы, которые выглядят так же, как электрон, но другой массы, так же к электрону, в том смысле, что так же участвуют в слабых взаимодействиях, в электромагнитных взаимодействиях, но масса у нее другая, в 200 раз больше. Это было, значит, открытие частиц, которые сейчас мы называем частицами второго поколения. Потом, еще через 10 лет были открыты такие частицы, которые названы мизоны. Это частицы, которые состоят, вот у нас с вами есть протоны, нейтрон, есть антипротон, есть антинейтрон. Протоны, нейтроны состоят, это частицы, хотя им античастицы, вот анти мы уже нашли. И протоны с нейтронами состоят из кварков, а антипротоны, антинейтроны из антикварков. Так вот можно, так частицы, которые состоят из одного кварка и одного антикварка, их называют мизонами. Их вот тут нашли. Значит, это более простая частица, чем протоны, нейтроны, потому что там всего две частицы, протонов с нейтроном три. Их нашли в 1947 году, и более того, обнаружили, что в столкновениях часто появляются много частиц. То есть не как два бильярдных шара столкнулись и разлетелись, или если не повезло, он треснул на две части. А то здесь много частиц появляется, такое множественное рождение. Это свойство сильных взаимодействий. Ну и последнее открытие, которое было сделано в космических лучах, такие камезоны. Это мизон, который состоит из кварка-антикварка, но антикварк не наш. Чужой такой странный антикварк. Это опять второе поколение, теперь уже в кварковом секторе. И такой термин странность там ввели. Но вот после этого, это было последнее открытие, которое было сделано в космических лучах. К тому времени люди как-то осознали, что есть такой мир элементарных частиц. Нужно его как-то научиться изучать уже контролируемо. То есть не искать что-то такое к нам откуда-то прилетит. А попытаться это создать здесь в лаборатории. И все остальные открытия были уже сделаны в лабораториях, на ускорителях и другими способами. Ну вот эта стандартная картинка, которая у нас сейчас есть. Вот эти самые поколения. Они вот так вот вертикально сидят. Вот есть электрон, вот этот мион, который первый нашли. Вот странный кварк, который, я сейчас сказал, термин странность появилась. А уиды, кварки и электрон это то, что мы в нашем с вами в обычном мире всегда видим. А вот эти все остальные товарищи, которые здесь находятся, они нами не видны, потому что они распадаются. При этом вот по горизонтали свойства частиц совершенно одинаковые. За исключением массы. Отличаются только массой. То есть также электрический заряд плюс один. Это не все фермионы. Вот здесь электрический заряд две трети, у этого две трети, у этого две трети. Но масса отличается очень прилично. Вот здесь, например, отличие. Вот здесь фактор 200. А еще фактор 200. Вот эта частица, такая называемая Таолептон, она тяжелее, чем протон. В два раза почти. Вот такой забавный мир. Самый тяжелый объект, который есть, это самая тяжелая частица элементарная, которая у нас сегодня есть. Она примерно в 200 раз тяжелее, чем протон. Это Т-кварк, элементарная частица. Такая вот по свойствам, по всем квантовым свойствам, за исключением массы, такая же, как у кварк, который входит в протоны-нетроны. А вот эти товарищи, которые стоят здесь, глионы, фотоны, задбазоны, дублемобазоны, хиггстский бозон, это переносчики взаимодействия. Вот те самые бозоны, про которые мы говорили. Фотоны собираются и передают электромагнитное взаимодействие, глионы сильное взаимодействие, эти слабое взаимодействие, ну и хиггстский бозон. Смотрите, вот эти вот безмассовые, это дальнодействие, а вот эти вот, они тяжелые очень. Это короткодействие. Тяжелые очень, они тяжелее, чем протон, почти в 100 раз. Но вот единственное, кто тяжелее их, это, значит, т-кварк. Ну и хиггстский бозон, здесь вот ограничение из электронно-позитронной машины, а сейчас, значит, это 125 геф, переносчик юкавских взаимодействий. Значит, отличаются они только массы, и, соответственно, отличаются только, ну, если говорить о фундаментальных силах, отличаются только юкавским взаимодействием, потому что именно юкавское взаимодействие, обмен хиггстским бозоном, значит, оно, как бы, отражение того факта, что хиггстский механизм дает массу этим замечательным частицам, фундаментальным частицам, да? Почему такие разные массы, мы не знаем. И это, ну, как бы, сейчас мы к этому относимся, как к тому, что мы измерили. То есть мы экспериментально что-то измерили, а не оказались такие числа. Почему они такие, мы не знаем. Люди придумывают какие-то модельки, какие-то объяснения, почему, может быть, это вот так, или, может быть, это вот всяк. Но пока никакая из этих идей не подтвердилась. Единственное, что мы знаем, мы знаем, почему вот этого второго, третьего поколения нет в посередневной жизни, потому что есть слабые взаимодействия, которые вот эти частицы распадают, разваливают в более легкие, в те же самые, вот их же, так сказать, их же такие же частицы, только более легкого поколения, в конце концов, этого первого поколения, с которого мы с вами состоим. Вот протон состоит из двух, у кварков и декварка, нейтрон из двух, декварков и укварка. Вот все эти товары, все эти более тяжелые кварки, они в конце концов распадаются именно сюда. Ну вот так, чтобы какие-то числа были, вот если говорить о мионе, у него время жизни 10 минус 16 секунд, если говорить о тауэлептоне, который почти в два раза тяжелее протона, он тоже распадается, здесь нарисована такая диаграмма, которая описывает этот распад, и у него время жизни 10 минус 12 секунд, то есть совсем маленькое, он живет очень-очень-очень немного. То есть это, если 10 минус 12 секунд и умножить на скорость света, то это расстояние совсем маленькое. Если он даже со скоростью близкой к скорости света летит, он пролетает совсем чудовищное расстояние, совсем маленькое. То есть только если он очень-очень быстро летит, очень-очень близко к скорости света, тогда он может пролететь расстояние большое. В этом смысле таких частиц, конечно, в космических лучах не увидишь, они не долетят до Земли. Мионы долетают, а эти не долетают. Их уже, конечно, увидели на ускорителях. А все эти распады за счет слабых процессов выглядят так. Вот есть слабый процесс, слабые частицы. Это вот WZ-базон. Вот W-базон. Заряженная частица. Такой вот переносчик взаимодействия слабого, но заряженный. Соответственно, летит одна частица, более тяжелая. И спускает вот этого переносчика слабых взаимодействий. И здесь кто-то другой, который в данном случае, если частица отрицательная, это отрицательно заряженная, то это нейтральная частица. Но вот здесь тау-лептон распался, значит, W у нас вот нейтрино. Такое замечательное. Нейтрин — нейтральная частица. И в этом распаде всегда возникает. Соответственно, W рождает какие-то пары. Либо это, может быть, такие же пары, заряженные лептон и нейтрино, либо это пары вот этих вот кварков, но более легкие. Вот так все эти тяжелые разваливаются вниз благодаря этим слабому взаимодействию. Не было бы слабых взаимодействий, все были бы так, все эти частицы были бы, жили бы. У нас с вами была бы какая-то сверхтяжелая материя, супертяжелая материя, помимо той, которая у нас с вами есть. Ну теперь давайте вот так немножко про эти частицы поговорили. В процессах, которые сейчас изучают, есть проявления квантовых и классических свойств этих частиц. Они, значит, всякие разные. Вот, значит, квантовое проявление частиц, которое на слуху, и за которые уже дали две Нобелевские премии, как раз в физике нейтрино. Значит, сейчас, да. Вот как раз к нашему институту. Я говорил, что у нас, значит, две лаборатории посвящены нейтрино. Солнышко. Самый первый процесс солнышки, горения солнышка, это протон с протоном. Образует, значит, дейтерий, дейтрон, позитрон и нейтрино. Ну вот эти частицы, они электрически заряжены, и они, конечно, там дальше начинают что-то такое в Солнце делать. А вот этот нейтрино электрически нейтрально. Сейчас у тебя только слабых взаимодействий. Слабые взаимодействия очень-очень-очень слабые. И они вылетают оттуда, и солнышко, ну и летят к нам. Вот здесь, так сказать, схематически изображены, там много всяких разных ядерных реакций, цепочки реакций, горения вещества в Солнце, и многие из них сопровождаются выделением нейтрино. Для нас солнышко – это источник электромагнитного излучения. И то, что мы видим, это излучение с поверхности Солнца. А если говорить о нейтрино, то нейтрино вылетает со всего объема. В этом смысле поток нейтрино чудовищный. И измеряя нейтрино, мы, в принципе, можем мониторить то, что происходит в Солнце внутри. То же самое, если говорить о ядерных реакторах, там потоке антинейтрино. Измеряя потоки антинейтрино, можем прям отслеживать, что происходит в данный момент в реакторе внутри. Ну, соответственно, эксперимент, который это делает. В Солнышке рождается нейтрино, а здесь на Земле под горой, значит, под горой, чтобы закрыться теперь вот этих космических лучей, я сказал, что они нам помогли найти новые частицы, но они же в наших этих счетчиках-то стучат, поэтому нужно залезть глубоко-глубоко под землю, чтобы они меньше стучали. Такие специальные мешалки с элементом галлий. Он жидкий при, значит, таких вполне комнатных температурах, которые там внутри горит. Внутри горит тепло, конечно. И через этой мешалки, значит, внутри, ну, там объем, я не знаю, вот большой, вот тот человек стоит, вот мешалка тоже приличного размера. Вот через нее экспонируются, значит, нейтрино летят. И иногда, иногда, очень редко, галлий ловит нейтрино и переходит в Германию. И, значит, там вылетает электрон. Германий нестабилен. И через какое-то время распадается. Соответственно, экспонируется до того момента, пока поток образования из галлия Германии и распада обратного Германии не уравняется. То есть там будет одинаковая концентрация этого самого Германии. Потом берется и извлекается оттуда, сколько уж народилось этого атома Германия. Техника эксперимента позволяет извлекать несколько десятков атомов Германии и говорить, что это 30, а не 35. То есть точность извлечения, ну, несколько атомов. А здесь всего, ну, там, 5-7 тонн. Зачем это нужно? Ну, как зачем нужно? Значит, мы знаем вероятность перехода галлия при облучении нейтрино в Германии. Мы можем посчитать, сколько их там произошло. Но эту вероятность мы знаем для одного нейтрино. А теперь, если мы знаем поток, мы знаем полное число событий. И тогда, измеряя это число событий, мы с вами знаем, сколько нейтрино летит от Солнца. В данном случае нейтрино, которое участвует в этих реакциях, это самые слабые нейтрино, именно те нейтрино, которые в первой реакции появляются в горении протонов. И таким образом, собственно, был поставлен первый эксперимент. Такого же типа был эксперимент. Искалась нейтрина от Солнца. Ну и вы что можете проверить? Вы можете проверить что-то предсказание солнечной модели. Внутрь Солнца никто не залезал, даже на поверхности никого не было. Правильно? Есть солнечная модель, есть предсказание о том, как происходит горение. Соответственно, предсказание этого потока. Но если поток у вас совпал, значит, наверное, правильная модель. Вот. Оказалось, что это не так. Вернее, так скажем. Модель солнечная правильная, но поток не такой. И за это уже явление дали две Нобелевские премии. Это явление перехода нейтрино из одного типа в другой тип. Дело в том, что в этом процессе, конечно же, видно, что нейтрино это тот, который с электроном. Да, вот тут, который у нас был нейтрино-электрона, есть с электроном, мёны с мёном, тау с тау. Вот электроны, это тот, который с электроном. Вот эта электронная нейтрино оказывается, по дороге от Солнца к нам к Земле переходит в другие типы нейтрино, а регистрируемые только электронные. И поэтому электронных нейтрино в результате оказывается меньше. О том, что такой переход возможен, сказал в своё время Пантекорова, такой учёный, который после войны переехал в Советский Союз, работая в Дубне. Ну и он как бы сказал так, что смотрите, у нас есть поколение, есть частицы, которые совершенно одинаковые. Вот нейтрино, например, совершенно одинаковые частицы. И вообще все остальные частицы тоже одинаковые, но они массами там отличаются. Поэтому, в принципе, если квантовые числа никаким не мешают, то может переход быть одной частицы в другую. Но он сначала сказал, что они могут переходить друг в друг, как раз когда, потому что они безмассовые. Но оказывается, что нет. На самом деле, они должны быть немножко массивные, чтобы этот переход возможен. Как раз для безмассовых такой переход запрещен. И вот эти вот переходы люди увидели сначала, как недостаток нейтрино от Солнца. А потом они научились делать искусственные источники нейтрино-антинетрино. Это есть и радиоактивные распадщики, и нейтрино-антинетрино от реакторов. И нейтрино сейчас делают, нейтринные пучки на ускорителях, когда вот как космические лучи бьют по атмосфере, рождаются вторичные частицы. Также пучки частиц энергичных, которые мы разогнали, бьют по веществу, там рождаются вторичные частицы, они распадаются, и создают нейтрино. Эту нейтринную физику очень хорошо изучили. И действительно, одни частицы переходят в другие. Измерены параметры этих переходов. Две Нобелевские премии за это дело уже дали. И вот это единственное явление, которое экспериментально очень хорошо изучено, и которое не объясняется стандартной модели физики частиц, которое я вам описал. В рамках стандартной модели физики частиц вот здесь даже это было нарисовано, ноль. У них нулевая масса. И нулевые массы переходить друг в другу не могут. То есть явление есть. Это указание, что стандартная модель неполна. Но как нужно ее модифицировать? Что нужно добавить? Новые взаимодействия какие-то? Новые частицы какие-то? Мы пока не знаем. Есть много всяких гипотез, и одна из них экспериментально пока не подтверждена. Поэтому это прямое указание на неполноту стандартной модели, но оно не показывает нам даже масштаб тех взаимодействий, масштаб тех частиц новых, которые за это могли бы ответственны быть. Здесь они такие же, как вот эти, только очень слабо взаимодействующие. Или они очень тяжелые. Мы не знаем. Вот нейтринные осцилляции. Так, значит, но выглядит это, вот эти осцилляции как раз переходят, как раз являются примером квантовых явлений, именно таких существ и квантовых явлений, физических частиц. Потому что рождается один тип нейтрина, а распространяются, как бы, тот тип нейтрина, который рождается, электронный, мионный, литавый, это не та частица, которая движется, не та частица, которая является свободной. Свободной является некой суперпозиции трех. И это, с точки зрения квантовой, вот с точки зрения квантовой механики, выглядит как такие волновые пакеты, которые вместе двигаются, но имея разный масс, они расползаются. И в тот момент, когда они расползлись, переход одного типа в другой перестает идти. А пока они не расползлись, они могут переходить вот в этом кусочке пересечения волновых пакетиков. Это существенно квантово-механическое явление именно для нейтрина. Так бы это были вот такие отдельные частицы, летающие. Но при этом в тех же физических частиц есть и классические явления, вполне классические явления. Вот, например, классичность, релятивистская, конечно, классичность. У меня частица стоит, волновой пакет. Я тут ее рисовал такую одномерную, но на самом деле она же в объеме, это типа шарика такого. А теперь частица, если такой шарик летит, и второй шарик летит, значит, эти частицы медленно через друга пролетают и везде могут провозаимодействовать, пока эти шарики пересекаются. Но теперь, если я разгоняю шарик, а я в лабораторной системе отчета, то за счет релятивизма этот шарик сжимается и превращается в такую, ну как бы блин, что ли. Вот такой вот я здесь его изобразил. И это совершенно замечательно, потому что тогда, когда два таких блина при очень высокой энергии пролетают друг через друга, они взаимодействуют в очень маленьком объеме, только здесь. Это очень хорошо с точки зрения наблюдения, потому что слокализована область взаимодействия. И взаимодействие происходит короткое время. Проще такие частицы регистрировать. А теперь, если я говорю о таких частицах составных, вот протон, он состоит внутри, там есть всякие кварки. Если они медленно двигаются друг через друга, то эти внутренние составляющие, они там летают, так вот перемешиваются, и процесс взаимодействия описать очень тяжело. Если же они летят вот так быстро, то с точки зрения любого из них, второй, составные частицы второго покоятся. Они не успевают никогда двигаться, пролет мгновенный, быстрый очень. И это проще для описания. Они почти стоят на месте, покоятся. При этом, конечно, здесь тоже есть квантовость. Это то, что я бы сказал, такое классическое проявление. А здесь такая тоже есть квантовость. И квантовость, она состоит в том, что у нас было это соотношение неопределенности, что нельзя измерить импульс или координаты там с точностью некоторой. Но это соотношение неопределенности позволяет понять, почему всегда строят все более и более энергичные машины. Чтобы померить физику на очень маленьких расстояниях, нужна очень большая энергия. Чем меньше расстояние, тем больше энергии. Чем больше нужны частицы, чтобы подлетели поближе друг к другу, чтобы посмотреть, как же они взаимодействуют на маленьких расстояниях, чтобы измерить физику на маленьких расстояниях. Говорится, вот мы понимаем самую микрофизику. Чтобы микрофизику сделать, нужны большие энергии. И, соответственно, большой дронный коллайдер это самая большая машина, которую мы пока сегодня знаем. Но это с точки зрения энергии, частиц не самая большая. Самая большая энергия в космических лучах были зарегистрированы частицы с энергией, ну, так скажем, у них у одной элементарной частицы кинетическая энергия, как у теннисного мяча, который выпустили ракеткой. То есть там вполне энергичные частицы есть, но они редкие. Одна частица в год на 100 квадратных километров. То есть, ну, редко, редко можно зарегистрировать такую. Вот. А мы пока таких, конечно, делать не можем в ускорителях, но зато мы их контролируем и делаем. У нас взаимодействие в вполне конкретном месте происходит. Тут нужно искать и ждать. А здесь вот вполне конкретное месте, вполне конкретное время происходит взаимодействие. Мы изучаем, что же там за результат такой. А теперь, как это вот здесь, вот я вам рассказал, да, смотрите, вот тут классичность, здесь квантовость, вот здесь вот частицы стоят. Теперь как мы это описываем? Специальный аппарат математически выработан, который позволяет описывать, предсказывать числа, прям говорить на какой угол в среднем разлетают частицы. Да, у нас квантовую природу никто не отменял. Вместо точного числа у нас вероятностное предсказание. То есть если вы будете делать много-много опытов, то с вероятностью там 99,8% будет столько. С вероятностью 2 на 10 минус 8 будет такой ответ. Все это вот, значит, можно предсказать. Вот. И выглядит это так. Значит, вот летят эти две частицы. На самом деле, каждая частица – это волновой пакет. Добрый вечер. Пойду в гардеробе кто оставил? Сейчас закроется, да, мы пойдем. Не здорово. Не здорово сейчас домой бить без пальто. Так вот, значит, как это описывается? Частица квантовая на самом деле не точечная. У нее есть вот этот волновой пакет, и когда они пролетают друг через друга, они пересекаются с волновыми пакетами, и в этой области возможно взаимодействие. В принципе, описать это тяжело. Что вместо этого делают? Вместо этого представляют себе, что частицы летят, и они, вот этот блин, который я говорил, они формируют блин, он такой бесконечно тонкий. И взаимодействие устроено так. Вот летит одна частица, летит вторая частица. Они свободные. Свободные частицы, две свободные частицы. В какой-то момент происходит взаимодействие. Между ними они обменялись фотоном, и опять дальше полетели свободными. Это вот такой акт, как будто они летят, вот теперь, значит, представляем себе волновой пакет, они вот так пересекаются, и в этот момент, мы говорим, один раз произошло взаимодействие. Мы их заменяем вот на такие вот две плоские волны, они в какой-то момент столкнулись, как вот бильярдные шары, да, и взаимодействие случилось. Мы понимаем, что это очень грубо, приближение, да, и тогда мы говорим, смотрите, вот когда эти волновые пакеты на самом деле широкие проходят друг через друга, мы говорим, они не один раз так вот столкнулись, они могли столкнуться два раза, но всякий раз, когда мы описываем это столкновение, мы представляем их в виде вот таких плоских волн. Мы их суживаем и говорим, опа, вот они здесь провзаимодействовали, и еще раз провзаимодействовали. Выглядит так, вот летит частица, вот она провзаимодействовала один раз, и они еще, здесь они не свободны, и еще раз провзаимодействовали. После этого вот эти частицы уже свободненькие стали. Каждый раз мы упростили себе жизнь, сказав, что в момент взаимодействия они у нас точечные. Ну и дальше вот много раз таких, так сказать, много таких вот, так сказать, здесь вот он спустил, сначала один фотон и полетел туда, этот сюда. Вот тут много-много разных таких диаграмм, каждый из них описывает испускание частицы, которые в данном случае электромагнитные, например, фотона. И потом, значит, та или другая частица его ловит. И в конце концов на входе были свободные частицы, на выходе свободные частицы. Только на входе мы их подготовили, мы знаем состояние, в котором они подготовились, знаем, с какими импульсами они летели, под какими углами друг с другом столкнулись. А на выходе мы их регистрируем, куда они полетели, какие у них импульсы были. И по этому результату пытаемся восстановить, как устроено это взаимодействие, как устроена такая маленькая элементарная вершинка. А развалили их мы вот на такие взаимодействия, в попытке описать взаимодействие сложное перекрывающихся волновых функций, мы их развалили на взаимодействие вот таких точечных частиц. Но множественные вообще говоря. Вот развитая техника позволяет во многих случаях вычислять очень с хорошей степенью точности. Самая высокая точность это 10 в 12 для электродинамики. Значит, это вот таких вот, ну вот если вот такой вот объект, смотрите, вот фотон был испущен, а потом поглощен той же самой частицей. Вот если такой вот объект считать петлей, вот тут вот одна петля, да, вот тут одна петля, вот здесь одна петля, то это значит вот петли петлевые вычисления такого рода, то есть много раз вот вот такое вот приближение было использовано, чтобы описать это взаимодействие. Так, это математика, которую используем, чтобы вот описать такую штуку. Так, и она работает. Пока мы нигде не пробрались, есть проблемы только в том случае, вот при описании сильных взаимодействий, которые очень странно устроены. Я вам говорил, что они устроены так, что когда я частицы развожу, да, пытаюсь их сделать свободными, они наоборот, между ними сил увеличиваются. Вот здесь есть проблемы. А на языке частиц эти проблемы сводятся к тому, что как частицы в эксперименте мы наблюдаем и регистрируем, вот такие вот, где обязательно либо кварк-антикварк, либо три кварка, либо три антикварка. Мы не отдельно не регистрируем фундаментальные частицы, про которые мы знаем, отдельно свободные кварки, отдельно свободные глионы. Не получается этого сделать именно по этой причине, что когда они пытаются разлететься, сила между ними увеличивается, и они превращаются в какой-нибудь такой вот объект. Вот такие объекты мы уже смотрим. Здесь есть сложность, но вот как бы математика, которая здесь используется, так называемый аппарат квантовой теории поля, он совершенно замечательно описывает нам все на свете. Ну вот, значит, как бы подводить итог в этой части, можно сказать, что у нас вот есть, была механика. Механику развили в двух направлениях. Одну сделали квантовую механику, да, вот сделали эти волновые пакеты, а вторую реликтивистскую теорию поняли, что на самом деле частицы как угодно быстро, разгонять нельзя, есть предел скорости света, есть переходы вот эти все, есть сокращение интервалов, времена и прочее, прочее. Это вот два таких направления. Ну и потом их вместе собрали, построили квантовую теорию поля, которую мы используем для физики частиц, у нас все получается. Так, значит, теперь с гравитацией. Значит, гравитация была теория Ньютона, она есть, хорошо работает во многих случаях. Так, ну и Эйнштейн ее, значит, предложил модифицировать. Были сделаны наблюдения, которые показывают, что предсказания теории Эйнштейна лучше согласуются с наблюдениями. При этом в ту эпоху было очень много других альтернативных теорий, правда много, которые давали там похожие или другие ответы. Были теории, которые давали такой же ответ для тех наблюдений, которые были сделаны, предсказывали что-то другое, и это, так сказать, не сложилось. Вот. И на самом деле пока с этой теорией Эйнштейна мы все описываем. То есть у нас нет наблюдаемых, ну за исключением космологии, да, в космологии у нас есть там темная материя, темная энергия, там это есть, да, но помимо вот этого, у нас нет наблюдаемых, которые мы не описываем. То есть у нас нет вот этой проблемы, есть эксперимент, который мы не можем пояснить. Да, вот с физикой частиц вот есть нейтрино и осцилляция, мы их научились описывать, но для этого нейтрино нужно дать массу. У нас нейтрино безмассово в теории, нужно как-то модифицировать теорию, да, ну это добавить новые компоненты. И таких моделек много, как это можно сделать? Они все предсказывают, так сказать, вот эти вот осцилляции, все это объясняется замечательным образом, дают какие-то свои другие предсказания, которые пока еще либо не проверили, либо они относятся к области расстояний или энергии, до которых мы пока не можем провести эксперимент, так? Это не недостаток теории, да, может оказаться так, что физика, которая стоит за этими явлениями, она отстоит от наших достигнутых нами рубежей энергии на три порядка величины. Ну, мы не виноваты, да? Вот, а, значит, а вот с точки зрения гравитации у нас нет чего-то такого, что нам нужно описывать, а мы не можем. Но, конечно, мы хотим тоже как-то ее вместе сюда, вот в эту замечательную красивую картину вовлечь, да? Есть квантовая теория, есть релятивистская, ну, общая теория относительности, она релятивистская. Вот, но хочется как-то квантовой сюда вставить. И, в принципе, какие-то вещи здесь сделать можно, да? Ну, вот, например, да, и что, собственно, там раздорожает? Ну, раздорожает как же говорить? Тут, например, есть вот этот вот закон Ньютона замечательный, да? Две массы, сила, масса одна, масса вторая, сила между ними, значит, r квадрат стоит. И если это такой закон, то, ну, вот, пропадет, пропадет одна масса, моментально вроде как сила пропадет. То есть, мгновенное, мгновенное действие, да, на расстоянии. Что, как-то, ну, нет, ну, как же так, значит, как будто без посредника, ну, как-то это непонятно, да? Да, вот, ну, там были теории эфира, они сейчас тоже и развиваются, там еще люди предлагают разные всякие обобщения, вот. Но в данном случае, если говорить об общей теории относительности, то вот в роль такого посредника или эфира предложили использовать само пространство. Ну, у нас вроде еще... А, ну, тут осталось четыре слайдика. Вот, значит, само пространство, то есть идея стоит в том, что, значит, ну, как бы материя, она гравитирует, и она своим присутствием искажает пространство. А какие-то там частицы, которые двигаются в поле вот больших-больших объектов, они уже двигаются по искаженному пространству, как свободные. Но это с точки зрения, как бы, нормального описания не есть, так сказать, плоский мир, а он такой вот уже искривленный. И это, так сказать, идея. Ну, вот как мыльные пленки традиционно рисуют. Вот, значит, есть какие-то граничные условия, да, которые эту мыльную пленку определяют. Ну, а если вы будете двигаться, то будете двигаться так вот, так сказать, вроде свободно, да, но поверхность-то сильно кривая. И эта идея была вот как бы в основе такого построения общей теории относительности, сугубо геометрической. Прямо вот идея мыльных пленок, это вот, значит, воплощение в жизнь. Теперь, ну, материя создает гравитацию. Соответственно, вот эти вот две материальных точки, и как бы с точки зрения теперь вот такой картинки, это выглядит как, что есть одна точка, она искажает пространство. А с точки зрения описания, вот как мы с вами только что описывали физику частиц, одна частица, вторая частица и переносчик между ними, ну, вот это вот, это обмен гравитоном должен быть. Точно так же, как единица на р квадрат, электромагнитное взаимодействие обмен фотоном дает, вот здесь вот должен быть обмен гравитоном. И совершенно замечательно можно так себе это дело и представить, то есть взять вот, нарисовать соответствующие такие диаграммки, между ними пробегают только не фотоны, теперь будут гравитоны, и они вам дадут вот такое взаимодействие, единица на р квадрат. Все будет в этом смысле точно так же. Также вот они сложатся, все сюда, и будут здесь гравитационные волны, точно так же это бозоны, и гравитационные волны, которые регистрировались, которые дали Нобелевскую премию, в этом смысле здесь вот на таком уровне все как бы будет, можно вот прям выполнять те же самые процедуры, те же самые действия, которые мы делаем для квантования электромагнитного поля, и теперь вот сюда гравитация и объяснить закон Ньютона. И вот здесь вот все будет так, значит, работать, и гравитационные волны, это, кстати, тоже так же можно сказать, что это большой набор квантов гравитон, так, но есть проблемы с этим, и, собственно, проблемы, которые, ну, можно пояснять, проблемы, которые возникают, когда вот начинаешь вычислять, вот так как я говорил, значит, там такие диаграммки, много гравитонов, значит, обмениваются и так далее. А вот с точки зрения книги, которая, значит, здесь вот как раз представлена сегодня, да, автор задает вопрос, слушайте, а квант это чего? Да, вот дело в том, что квант фотон, это квант такого электромагнитного поля, вот отдельный, есть электромагнитное поле, вот мы его видим, вот у нас свет там идет, да, вот маленький квантик, это значит квант, это наш квант электромагнитного поля. А если у нас гравитация, это искажение пространства, то что такое квант? Квант чего? Квант пространства, которое там двигается, а тут у нас же еще с вами общая вероотносительность, это вместе, да, это конгломерат, это пространство-время, там еще и квант времени получается. То есть с понятийной точки зрения совершенно непонятно, квант чего это. Вот, но можно, хорошо, я сказал при этом, что вот книга написана, как бы, ну вот от таких философских каких-то вопросов, да, здесь нет каких-то математических формул. Отдельно можно писать математические формулы и показывать, где там проблемы, почему нам не получается проквантовать гравитацию, если мы так наивно, даже и не наивно, начинаем использовать те же самые процедуры, которые мы удачно использовали для слабых, или для электромагнитных, и для всех других взаимодействий. Но в конце концов можно сказать, ладно, вот физика уже двигает, ну эксперимент и проверяет эксперимент, на самом деле, когда вы предлагаете новую теорию, чего-нибудь, модификации чего-нибудь, объяснение чего-нибудь, всегда должно быть там какое-то предсказание, которое нужно проверить, чтобы подтвердить эту вашу теорию, чтобы ее можно было сфальсифицировать. Ну вот, значит, физика-наука экспериментальная, ну с точки зрения гравитации, да, давайте вот те же самые процессы, как мы с физикой частиц, сталкивают две частицы, мы их начинаем изучать. Результаты рассеяния, начинаем изучать. И потому, на какие углы рассеялись частицы, как этот угол изменяется с увеличением энергии, мы понимаем, как сила взаимодействия зависит от расстояния. Гравитация, значит, мысленный опыт, да, представим себе, что мы с вами научились ускорять частицы, да, энергии, где гравитация становится 100% существенной, так называемые планковские энергии, большие. А, значит, вот летят две частицы, и мы с вами, ну, очень большую энергию уже туда вкачали, такое, что здесь расстояние очень-очень маленькое, порядка обратного расстояния, на котором гравитация становится заметной и сильно связанной. А, оказывается, что до того, как они подлетят друг к другу, вот здесь образуется черная дыра. И вот параметры этой черной дыры устроены так, что если вы будете увеличивать энергию, пытаясь еще сблизить частицы, так сказать, эта черная дыра будет образовываться только еще раньше и раньше, она будет еще больше и больше. И она закроет вам физику, которая, значит, на маленьких расстояниях, потому что из-под черной дыры ничего не вылетает. Вот. Вот так что с точки зрения экспериментальной проверки тоже непонятно, что делать. Ну вот, на этом я позволю себе закончить. Значит, в ранней вселенной все взаимодействия находятся в равновесии, то есть они, на самом деле, по сравнению с темпом расширения вселенной очень-очень-очень-очень быстрые. И поэтому за счет взаимодействий, или, как бы, можно по-другому сказать, температурно, да, появляются температурные поправки к вот этому потенциалу. И там восстанавливаются симметры, там нет тихионного. Я знаю, я Андрею говорю много раз про это. Я в этом глубоко сомневаюсь, потому что, чтобы создать это дело, нужно поставить сначала специалистическую физику тихионного, чтобы иметь гипсовское распределение, чтобы температура туда ставить. Это свободное, а не температурное. Можно убрать отрицательный мюквадрат, построить все то же самое, и потом ее вставить. Нет, нет, а потом ее туда вставить, он ничего не изменит. Мюквадрат есть меньше мюквадрат, и не поставить. Хорошо. Ну, вот, так сказать, вопросы, которые, конечно... У вас очень хорошая лекция, конечно, что тут возникает воспоминание, профессионал. Поэтому, интересно слушать. Спасибо. Еще вопросы? Есть, нет? Давайте девушку сначала. Почему вам так важно прокомментировать и гравитацию, и создать теорию всего? На какие вопросы вы тогда забыли найти ответы? Ну, вот, если говорить о... Вот я говорю еще раз о тех наблюдениях, которые мы сейчас реально можем провести, то пока ни на какие. У нас нету необходимости что-то объяснять. Но есть наблюдения в будущем, которые мы вполне можем сделать. Есть новое поколение телескопов, которые смогут аккуратно посмотреть за... Ну, вот вы слышали, гравитационные волны, найденные от слияния двух черных дыр. Это были первые несколько событий, значит, гравитационных волн. В центрах галактик есть большие черные дыры, крупные, с массами. Ну, в нашей галактике миллион масс Солнца, в ближайших к нам галактике, в созвездии Андромеда, там 100 миллионов. И можно разглядеть, что происходит вблизи вот этой, так сказать, как бы этого диска, черного диска, так, черной дыры. Вот физика вблизи поверхности черной дыры, она в какой-то момент становится квантовой. И вот если мы, так сказать, научимся смотреть туда, ну, это вот, так сказать, наверное, приложение, где можно это было бы использовать. А второй вариант, это если мы хотим обсуждать очень-очень раннюю Вселенную, вот, как бы, Вселенная наша там горячая, раньше она была более плотной, есть некие в ней проблемы, которые люди предлагают решать, там, такой инфляционной стадии в самом начале развития Вселенной, как вообще появилась Вселенная, как она стала расширяться. Если это происходило и, значит, обусловленной физикой на очень-очень маленьких расстояниях, на очень-очень-очень больших энергий, то это приближает, это вообще, так сказать, мы, так вот, если как бы поднимать эту планку, мы поднимем планку в ту область, в которой все силы, включая гравитационную, будут одного порядка. Да, обычно гравитационная сила очень слабенькая. Если сравнить электромагнитное взаимодействие, там, протона-антипротона, с их гравитационным взаимодействием, ну, это не сравнить, там, ну, какие-то 10, там, в 38-й порядке величины очень слабенькие. Но если мы начинаем повышать энергии или уменьшать расстояние, то в какой-то момент гравитационное взаимодействие становится столь же существенное. Ну, и тогда нам деваться некуда, нам нужно как-то сказать, как же их всех вместе описывать, потому что эти так существенно квантовые, здесь вот все происходит, они такого же порядка в величине стали. Вот в этом. Но это гипотетическая, значит, идея. Или, вот я говорю, мы хотим обсуждать, как все начиналось, строить вот эти модели. Как все начиналось, как же вот мы, так сказать, дошли до этого, какие были начальные условия, как возникла Вселенная. Вот тут есть тоже всякие разные идеи, и многие из этих идей, ну, как бы, они, вероятно, были бы более богаты, результат дали, если бы можно было понимать, как устроена квантовая гравитация. Потому что некоторые из них, значит, условно. Ну, вот стандартное представление о, там, как началось, например, расширение Вселенной в таких инфляционных моделях, есть хаотическая инфляция, что вот были маленькие такие ячеечки, такие квантовые, в которых у вас вот так вот все булькало, большие, значит, плотности энергии побольше, поменьше, побольше, поменьше. При каких-то условиях соответствующие ячейки реализовывались условия, когда она начинала экспоненциально раздуваться. Это наша Вселенная так появилась. Но вот чтобы понять, как это все булькало и прочее, значит, поскольку там плотности очень большие, вот вблизи вот соответствующих гравитационных энергий, конечно, нужно представлять себе, как вот эта субстанция, как она на это все влияла. Если хочется в это играть, да? Вот есть пространство время, и если мы сможем каким-то образом свернуть этот пространство таким образом, чтобы оно стало как бы, ну, таким полукругом, то есть так называемый мостно-нештеленный розы, который позволит двигаться быстрее, сколько свет, ну, как бы вот это мостно-нештеленный так вот, какие частицы помогают этот мостно-нештеленный пробить, как бы, потому что если просто будет пространство, он не получится. Этот мост как-то нужно пробить, вот как? Вот тут упоминались тихионы, вот тихионы помогли бы пробить мостно-нештеленный розы. Но те частицы, которые у нас есть, для этого, ну, по крайней мере, для тех решений, которые вот обсуждались, ну, похоже, что не подходит. Еще один вопрос. Вот есть, вот черная дыра, ведь, как бы, искажение пространства времени, которое она производит, оно, его можно представить в виде бездонной воронки. Как бы, это, оно очень большое, это искажение. И вот нельзя ли себе представить, что в сингулярности черной дыры, как бы, уже пространство и время меняются местами, и уже в самой этой черной дыре уже все сделано таким образом, что если бы материя могла бы пройти сквозь сингулярность, не расщепляясь до квантовых структур, чтобы эта черная дыра служила, так сказать, таким вот местом перехода, местом вот образования массажа, наверное, грозно, посредством вот этого искажения и перемены местами пространства и времени, потому что ведь сингулярность, как бы, ну, есть заряженная сингулярность и черно-белые дыры, таким образом, как бы, через сингулярность мы сможем выйти на другую сторону. Ну, решение, которое для черной дыры, там действительно на поверхности, можно говорить, что меняется одно координатное расстояние на одно временное, они меняются местами. И в этом смысле, да, можно так говорить. Если я научусь через горизонт, так сказать, проходить, то там мир будет другой. В принципе, люди фантазировали на тему о том, что, так сказать, там внутри черных дыр могут быть такие же вселенные, как большие, как наши. Потому что с какой-то точки зрения, вот то, что называется видимой части вселенной, да, это размер, который пролетает фотон с самого начала, условно говоря, с большого взрыва, да, с момента большого взрыва. Это вот видимая часть вселенной. То, что там с той стороны, мы не видим, это такой горизонт. Ну, и у черной дыры есть горизонт. Если посмотреть формально, написать такую величину, для черной дыры это не совсем корректная вещь, но тем не менее можно сделать. Можно разделить массу черной дыры на ее объем, вести плотность. То плотность черной дыры будет такая же с размером видимой вселенной, будет такая же, как плотность видимой вселенной. В этом смысле наша видимая вселенная, как бы, ну, можно себе мыслить что мы находимся внутри например черной дыры да мы не можем увидеть что происходит за горизонтов как не может увидеть тот кто внутри черной дыры что происходит затем горизонтами на оборот поэтому ну это можно себе такое представлять решение которое переходит через через горизонт пока не представлены убедительных поэтому фантазировать мод в принципе можно фантазировать да можно что такое предлагать может быть это не совсем там решение не знаю что то можно предложить предлагать Но физика-наука экспериментальная, поэтому интересно, если бы из этой фантазии можно было бы сделать какое-то предсказание, чего-то, что можно было бы измерить, и тогда хотя бы фантазию как-то, так сказать, проверить. Но вот пока тут не очень. Люди иногда придумывают что-то интересное, но потом другие говорят, нет, вот вы там некорректно вот это сделали. Миллиметры Кикера-то есть, именно так, как говорили. Да-да-да. А выскочите в другую сторону, выскочите, а потом возвращаться. Ну вот там неизвестно, можно ли из этого выйти, из этого выйти, из-за состояния. Да-да-да. Еще вопросы? Есть еще по-моему вопросу? Вообще вы говорите, что гравитация как-то влияет на исхожение пространства. Как она влияет на исхожение пространства? Ну вот, если под гравитацией подразумевать воздействие одного объекта на другое, то в общей теории относительности мыслит себя так, что одно гравитирующее тело, оно искажает пространство, и другое двигается уже в этом искаженном пространстве. То есть воздействие вот таким образом происходит. А с точки зрения, ну вот такой вот этой теории частиц, да, взаимодействие это обмен гравитонами. И вот тут вот одно, обмен гравитонами, которые где летают, где в пространстве пролетают. И в этом смысле вот одно с другим связать, так сказать, идейно непонятно как, да? А вот ведется ли изучение, что такое пространство? Ну, ведется, например, изучение такого, является ли пространство трехмерным. Вот в частности, одно из направлений поиска на Большом адронном коллайдере основано на гипотезе, что, возможно, там на расстояниях, вот физику на которых доступна для исследований на Большом адронном коллайдере, пространство, значит, открываются дополнительные измерения, так называемые. То есть появляется возможность частицам вылетать в дополнительные измерения и возвращаться обратно. С этим связаны определенные эффекты, которые, так сказать, можно описать. И люди пытаются эти эффекты найти. Ну, пока никаких указаний на такие эффекты нет. Поэтому, значит, как бы только гипотезы. Но так, в принципе, люди пытаются найти. Но есть аргументы, почему там мир трехмерный, а не четырехмерный. Но такие скорее основаны на жизни, например. То есть если бы у вас четырехмерный был мир, у вас не было бы звездных систем. А вроде бы для того мира, который мы знаем, нам необходимо, чтобы планета была в определенном температурном режиме, чтобы там началась эволюция всяких вот этих сложных молекул и так далее. Ну, в общем, вот такого рода есть объяснение. Но это такие. Существенный антропный принцип используется для того, чтобы это использовать. Ну, а ведь время – это и есть четвертая диагональ пространственная измерение. То есть как бы ведь время – это тоже про пространственное измерение. И мир, ну, пространство, оно четырехмерное же должно быть. Ну, оно четырехмерное, но это не… Оно именно, как бы сказать… Все-таки время здесь выделено, правильно? По сравнению с остальными тремя координатами. У нас, например, есть причинно-следственная связь. И время там существенно в этой причинно-следственной связи. Мы пока не видим никаких указаний о том, что причинность нарушается. Вот если было бы дополнительное измерение, да, то некоторые процессы для нас могли бы быть, которые выглядели бы как нарушение причинности. В полном мире, там, предположим, одно время и четыре координата причинности нарушается. Но когда вы смотрите, когда вы про четвертую координату не знаете, вам может казаться, что там нарушается причинность. Вот. Ну, вот пока ничего такого нет. Поэтому ни координат, ни нарушение причинности. Не зафиксировано, да. Нет, люди ищут, конечно, фантазируют на эту тему, но никаких пока указаний нет. На одном из ваших слайдов была, получается, частица, которая прыгает через горку. Вы не объяснили, как она это делает? Она не может через горку прыгнуть, она туда просачивается. Как она просачивается? Ну, потому что, ну вот с точки зрения вот такой вот, как бы, вот такой волнового пакетика, можно себе представлять, что частица вот так она мечется вот в этой области. Да? И в какой, значит, ну, может себе даже так, вот она мечется в этой области, да? Но вот этот волновой пакет, он, как говорят, редуцируется, то есть частица, так сказать, если вы по ней, если вы ее зарегистрируете, так, вот как она так расплывается, если вы зарегистрируете, в этот момент, опа, там, значит, зарегистрировали, говорю, что вы там померили у нее импульс или что-то такое, да? И у нее какие-то параметры, характеристики этого волнового пакета определились. Вот если вы, там стоит у вас детектор с той стороны, и в какой-то момент вы зарегистрируете, все, она оказалась там, она протуннеллировала. Но под регистрацией не обязательно подразумевать именно научный прибор. Под регистрацией для частицы, это она с кем-то там взаимодействовала, с кем-то, кто там стоит, с окружающим, с миром, да, то есть она там, ну вот, и в этом смысле она там локализуется, и дальше уже начнет распространяться, так сказать, по такой, как бы, условно-классической траектории будет туда скатываться. Вот если говорить про, ну вот здесь, значит, мы обсуждали в какой-то момент образование дейтерия в Солнце. Два протона образуют дейтерий и там что-то такое, да? Ну вот представьте себе, два протона, они, чтобы образовать, значит, дейтерий, это сильный процесс. А я сказал, что сильные взаимодействия, они начинают работать только на маленьких расстояниях. Значит, вам их нужно подвести на маленькое расстояние, и тогда эти сильные процессы все сделают. Но их нужно подвести на маленькое расстояние, у вас два протона, у них электрические заряды одинаковые, они отталкиваются друг от друга сильно. И вот вы туда, в принципе, туда бы не прошли. Они туннелируют туда, в эту ямку, раз, и тогда уже сильное взаимодействие, и у вас образуется дейтерий. Это как бы пример, ну, не, значит, не распада, а как бы синтеза, да, влияние туннелирования на синтез этих самых, ну, в данном случае, вот дейтерия. Говорите, в туннеле, а откуда это туннели в тебя? Что это за туннель? Ну, вот это туннелирование, в смысле, как-то мыслить себе, наверное, картинки, я не знаю, откуда такое слово здесь стало использоваться. Ну, что, вот у вас такая горка, да, вы как будто там туннель такой прокопали, раз туда, значит, сбежали. Я не знаю, откуда туннелирование слово стало использоваться. Гамов предложил, да? Вы говорите, что все, что творится за горизонтом черной дыры, мы не можем наблюдать. А есть такой эффект, который называется феркотный. Вы говорите, что частицы могут из-за неопределенности Гейзенберга летать. Можно ли это назвать информацией о черной дыре? Вот то описание Хокинговского эффекта, которое я знаю, оно устроено так. Вот поверхность черной дыры, перед поверхностью, то есть ближе к наблюдателю, образуется пара. Одна летит на бесконечность к наблюдателю, как бы, ну, условно, бесконечность, да? Ну, а вторая падает на горизонт. Поэтому они образуются до горизонта, они не... То есть, если вам не было стимулировать, потому что я не знаю, как там, как результат, пара, частицы, значит, все. Нет, пока они не придумали. Вот таким, ну, люди предлагают что-то. В частности, вместо там вот этой черной дыры, горизонта, предлагали такой есть фаервол, да, да, да. Такая, значит, как бы огненная стена условная. У нее даже есть некие предсказания. И в какой-то момент вот эти... Вот было несколько событий гравитационных волн, когда двойные... Гравитационных волн, когда двойные... Когда пара черных дыр сливалась. И некие, значит, детали вот в этом сигнале в момент слияния, ну, вроде бы утверждают, что, значит, вот обнаруж... Ну, как-то видят на каком-то уровне достоверности, который говорил бы, что там вот на самом деле не такая картинка, не просто горизонт, а что-то вот странное, вот типа этих фаерволов. Но это сейчас, значит, пока спекулятивно еще. Как вообще ученые дошли до этого, что частицы – это не просто как мячик какой-то, а что-то нечетовое, пакетика? Нет, это вот как раз, значит, конец 19-го, начало 20-х годов, это, ну, вот в частности, там, фотоэффект Эйнштейна и попытки описать... Нет, вообще-то это попытки описать результаты экспериментов, так? То есть вот так просто такую штуку вот захотеть просто, так сказать, такого не было. Были некоторые эксперименты, некоторые результаты, которые, ну, не укладывались в ту физику, которая была. И, как всегда, когда есть такая ситуация, у вас бывают два варианта. Либо вы ожидаете, что будет другой эксперимент, который подтвердит стандартную картинку, условно говоря, а вот в том эксперименте была какая-то некорректность, неудача, что-то там они напортачили. Ну, в общем, это экспериментальные ошибки. Бывает, что они ничего не напортачили, но просто это флуктуация. То есть у вас, вы проводите много-много измерений, и где-то у вас бывают флуктуации. Вот эти флуктуации, то есть отличие измерения от предсказания на какую-то заметную величину. Ну, представляете, что у вас вот предсказания, вот стандартная модель, вот на большом адронном коллайдере, очень много всяких разных процессов, очень много всяких наблюдаемых пытаются измерить. Эти все наблюдаемые вообще-то предсказываются в рамках стандартной физики, которая сейчас есть. И представьте себе, что никакой другой физики нет, так оно и есть. Ну, мы ее продлили на меньшие расстояния, посмотрели физику на меньших расстояниях, да, она по-прежнему описывается той же физикой. Мы знаем, как двигаться с расстоянием в рамках, так сказать, вот того набора физики, частиц, которые у нас есть, и взаимодействия. Мы проверили, и так вот, вот. Но вы много величин измеряете, а это все как бы случайные величины. Поэтому, поскольку наблюдаемых много, где-то у вас будут отличия на одно стандартное там отклонение, на два стандартных отклонения, где-то еще больше, и такие отличия есть. И в этом смысле, когда они появляются, ну, это нормально. И может быть такая ситуация, что это вот отличие, оно просто статистическое. У вас статистика увеличится, а расхождение пропадет. А может это указывает, что вот, наконец, там что-то странное. Ну, вот, значит, вот те, кто про те наблюдаемые на рубеже 19-го и 20-х веков посчитал, что это что-то странное, нужно придумывать что-то другое, а вот они оказались правы, создатели квантовой теории тогда. А объяснять тебе современные квантовые механики, почему квантовые поставили, такие, какие мы их уже дали? Совсем нет. И даже когда, например, будет теория всего, то, ну, допустим, то это невозможно сделать? Нет, когда... Нет, нет, теория всего, это настолько, как сказать, настолько эфемерная теория, что нельзя сказать, что они не сможет это объяснить. Нет, конечно. Нет, нет. Смотрите, вот некоторые величины мы научились связывать. Вот когда стало множественное рождение частиц, в каких-то 50-х годах, 60-х годах, много новых частиц, люди стали обнаруживать много разных резонансов, то есть они смотрят там рассеяние частиц, там электрон-позитрон, условно говоря, в электрон-позитрон, и вдруг вы увидите, значит, что это, как они рассеются, вдруг в какой-то момент вероятность рассеяния увеличивается, потом она опять падает, увеличивается, падает, значит, они прорассеиваются через какую-то частицу между ними, они обменялись какой-то новой частицей. Эти частицы, эти новые такие резонансы замечательные, их обнаруживали там пачками, и поражались, значит, как же, ну вот что, то есть мир частиц, он такой многообразный, что же это такое, там как-то что-то с ним делать. Потом, глядя на результаты вот этих рассеяний, кто-то рассеялся под углом, выясняли, стали обнаруживать, что у вас по результатам есть некоторые симметрии, то есть кто-то любит рассеиваться, условно говоря, на 20 градусов, а кто-то на 40 градусов, а кто-то на 60 градусов. Тогда возникла идея, может быть, это какие-то частицы, которые вот так вот связаны между собой, какой-то симметрии, как связано 20, 60 и 40 градусов между собой. И отсюда, анализируя эти экспериментальные данные, люди додумались вот до этой кварковой структуры, что на самом деле те частицы, которые мы регистрируем, они состоят внутри из таких, бывает кварк-антикварк, бывает три кварка, бывает три антикварка. И они могут собираться разного типа между собой, еще бывают возбужденные, точно так же, как у вас бывает там атом возбужденный или молекула возбужденная. И вот эти ребята тоже такие могут быть. И вот это вот все многообразие они поняли, когда анализировали эти результаты экспериментальных данных по симметрии. В этом смысле симметрии, и они уменьшили тем самым количество частиц, так бы этих частиц было очень-очень много, а так вы их уменьшили до этого набора, который сейчас фундаментальнее считается. В этом смысле вы, конечно, пытаетесь уменьшить количество фундаментальных кирпичиков и пытаться собрать их из чего-то одного. Есть модельки, которые представляют себе, что вот три фундаментальных взаимодействия, сильные, слабые, электромагнитные, они на самом деле есть следствие некоторого одного общего такого, которые там в какой-то момент при высоких очень энергиях они вместе объединяются, и там это единое взаимодействие при низких, но вот там происходит некое нарушение этой симметрии, и они три отдельно идут. Но и в этом смысле силой этих взаимодействий можно объяснить как в таком виде, что одна примерно единица умножить на корень из трех, вторая примерно единица на корень из семи восьмых, вот на таком уровне, да, так можно сделать. Но вот, например, массы, которые у частиц у нас есть, а у нас есть массы, это самый легкий электрон, а самый тяжелый это кварк, они отличаются в миллион раз. Вот теория, которая объясняет, как так можно из одной массы, условно говоря, килограмм сделать вот и тысячу тонн, и... Тут вот с этим сложнее. Поэтому, ну, пока, значит, пока такой... Нет, гипотезы есть, есть модели построения, как можно это пытаться решать, но это пока гипотеза, да, то есть вот то, что сейчас у нас есть, это просто числа, просто числа зарегистрированные.